Всем привет! С вами Готик и с вами Сократ и после обновления выхода Натуралист нам добавили абсолютно новый лук. О нем мы сегодня и поговорим. Сделали серию экспериментов со старым луком и новым. Сравнили их дальность, урон, чем он полезен может быть и чем он отличается от старого лука. Все это вы узнаете именно в этом ролике. Не будем затягивать и погнали! Новый лук стоит 275 долларов. Купите вы можете его у оружейника и его можно кастомизировать в отличии от старого лука. И фишка эта основная еще в том, что газ, это тот, кто принимает шкуры легендарных животных, его также можно дополнительно там кастомизировав, навесив на рукоятку рога оленя. Пока что визуально это огромный плюс и огромный прорыв. Наконец-то наше оружие, любимое наше оружие, можно кастомизировать. И особенности для меня, потому что я любитель и фанат луков. Мы провели серию испытаний и слегка разочаровались в этом новом луке, потому что непонятно, то ли баг это, то ли фича. Этот лук наносит на одну треть меньше урона, чем старый лук. То есть убийство человека в тело без тоников и кардспособностей это три стрелы, старый лук это две стрелы. Более того, этот лук не ваншотит в голову, даже на дистанции старого лука. Для того, чтобы он сваншотил в голову, надо подойти на дистанцию в 50 шагов. Напомню, старый ваншотил на дистанции 140 шагов. И это просто непонятно, почему, чем этот лук и что он может показать себя в пвп. Тут вылезает его другая особенность, а это дистанция стрельбы. Он ставит самую длительное расстояние по меткам, он ставит метки даже дальше, чем болтовая винтовка. И отсюда его единственный и уникальный плюс. Из него можно стрелять разрывными и огненными на огромное далекое расстояние. Теперь зафармить чью-то чужую телегу, что я отрицательно к этому отношусь. Я любитель, знаете, отыгрывать роль бандита, когда мы грабим телеги. Особенно, когда это ничего не стоит, у людей так и остаются материалы. Сейчас любой, кто купит лук за 275 долларов, сделает себе стрелу с динамитом. Сможет взорвать вас, даже не увидев как таковую. Потому что там будет маленькая пиксельная точка и он поставит метку. Из-за чего это сделано, непонятно. Потому что урон обычных стрел от него бесполезен. То есть он не может использоваться в пвп с обычными стрелами. Со стрелами на крупную дичь, точнее на отслеживание дичи, то есть вонючие, так сказать, стрелы, да. Либо огненные использовать в пвп целесообразно. Однако их запас ограничен. И брать с собой целое оружие из-за 16 стрел, а потом вызывать лошади и менять, ну как вариант. Еще с ним гораздо меньше расход выносливости при натянутой тетиве. То есть в этом тоже есть определенный плюс. Можно на дальние дистанции выцеливать цель. И огромный, еще огромный плюс, дистанция установки метки фактически равна дистанции выстрела карканы. То есть теперь не надо подбегать карканщикам, а достаточно где-то там за 3-9 земель поставить метку и выстрелить разрывной. Но однако помните, что у вас всего 16 разрывных, а потом надо бежать к скупщику, покупать динамит, к мадам базар, покупать перья, если их у вас нету. И опять по новой. То есть это единственная фишка этого лука, это дальность стрельбы. Но если бы она ваншотила в голову, тогда да, это было бы имба-имбой. Но зачем порезали урон у обычные стрелы, вот это мне совершенно непонятно. Тесты с тониками проигрывают абсолютно во всех показателях, и с картами на защиту, и с картами на урон. И в принципе этот лук бесполезен в ПВП, в ПВЕ. Тем более бесполезен, потому что ну какой смысл, если вы не можете ваншотнуть цель в голову и из-за этого вы упортите тушку. В целом, ну только если что, ядовитой стрелой стрелять на расстояние 3-9 земель, для того чтобы не повредить тушу превосходного животного и сдать ее в Гассу для нового обмундирования. Тогда да. Ну и старый лук ставил метки там, где в принципе вы еще даже цель видели. А пока вы не подбежите к пульмиле, к медведеву, вы даже не увидите. То есть такая дистанция, она вообще в принципе не нужна. Сказать огромное спасибо Ахмеду и Говеру за то, что проводили тесты оружия вчера и картспособности. О них кстати чуть позже я расскажу в других роликах. И также спасибо Алексею Котову, Вовке СПБ, Готик Некст, Анастасия Морс, ну и конечно же Виктор Попов. Спасибо вам, что поддерживаете канал. Это вы можете сделать тоже, всего от 49 рублей в месяц. Подписывайтесь, ставьте лайки, Дискорд в описании. Все для вас о новом обновлении Натуралист.